Новейший российский самолет МС-21 презентовали в Иркутске. В церемонии принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. Он первым осмотрел современный лайнер и оценил созданное отечественными конструкторами бортовое оборудование. За демонстрацией наблюдал Артем Потемин. Артем, здравствуйте. Получилось весьма грандиозно. Да, Роман, действительно получилось очень-очень даже грандиозно. Сегодняшнее событие можно назвать одним из главных. Не только в российской, но и во всей мировой авиации. Ведь нельзя забывать, что МС-21 создавался в большой международной кооперации. Однако все же разработчики основных систем, узлов и агрегатов – это отечественные инженеры. Стоит отметить, что церемония выкидки – это такая традиция многолетняя уже для авиастроителей. И сравнивают они ее с рождением ребенка. И сегодня здесь, конечно же, собрались представители всех компаний, которые принимали участие в проекте МС-21. И приехала и большая правительственная делегация во главе с Дмитрием Медведевым. И надо сказать, что его шоу «Увиденное здесь» тоже очень впечатлило. Круто, что можно сказать. Я от души поздравляю вас с событием, очень долгожданным для всей нашей гражданской авиации, для авиастроения, да и вообще для всей нашей страны. Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров. Пассажирский самолет 21 века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации «Иркут», наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками, конечно, при определенной поддержке государства, создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику. Ну, действительно, для авиастроителей самих сегодняшний день был очень волнительный. Мы, журналисты, наблюдали сегодня и за шоу, и, естественно, за их лицами. У многих на лицах было счастье, а в глазах даже застыли слезы, потому что для них нельзя сказать, что самолет – это просто машина, это нечто даже большее. И вот что сказал глава корпорации «Иркут» Олег Демченко. Мы уложили в самолет не только самые передовые технические решения, но и уложили всю свою душу. Я благодарен нашим первым заказчикам, которые заверили, поверили в наш самолет и в нашу команду. Пройдет важный этап, но впереди первый вылет. Ответственные летные и сертификационные испытания. Я счастлив, что рядом с нами надежные партнеры и друзья. Мы долго шли к этому дню. Ну а перед началом церемонии премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительственной делегацией осмотрел цеха завода, пообщался в них с работниками завода. Ведь нельзя забывать, что Иркутский авиационный завод входит в сотню крупнейших ведущих авиационных предприятий вообще всего мира. Помимо создания МС-21, иркутские инженеры занимаются производством, разработкой, созданием таких машин, например, как многоцелевые истребители Су-30СМ, которые принимали участие, скажем, в последней операции российских ПКС в Сирии. А также здесь, в цехах этого завода, создается и учебно-боевой самолет Як-130. Я хочу поблагодарить тех, кто занимался и занимается и созданием новых самолетов, и обслуживанием, в том числе для выполнения боевых заданий, включая нашу операцию в Сирии. Это, конечно, такая проверка на прочность всего того, что делалось в последние годы. И надо признаться, мы эту проверку выдерживаем в значительной степени благодаря вашему труду. Хочу вас искренне за это поблагодарить. Следующей вехой в развитии проекта МС-21 должен стать первый полет лайнера. Совершит он его у себя на родине, здесь, в Иркутске, и здесь же пройдет начальный этап испытаний. Однако уже сейчас можно сказать, что Россия вновь вышла на рынок гражданского самолетостроения с новым продуктом, который составит серьезную конкуренцию ведущим зарубежным компаниям. Коллеги. Спасибо. Артем Патемин рассказал о презентации новейшего российского самолета МС-21. Но еще раз надо отметить, что до 80% бортового оборудования нового лайнера будет производить в России в рамках программы импортозамещения. Подробнее о технических особенностях российского самолета в нашей справке. У российского пассажирского самолета МС-21 три основных конкурента. Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайский Comex C919. Пассажировместимость нашего лайнера близка к аналогичному показателю у европейского и американского самолетов и существенно выше, чем у соперника из КНР. При этом конкуренты российского борта в большинстве модификаций заметно превосходят его по максимальной взлетной массе. По дальности полета с предельной загрузкой МС-21 отстает от Boeing и Airbus, но оставляет позади комок. Зато по крейсерской скорости 870 км в час российский самолет безусловный лидер. У ближайшего конкурента американского лайнера этот показатель составляет всего 842 км в час. Также МС-21 может стать самым дешевым лайнером в своем сегменте. Правда, пока нет данных, во сколько обойдется производство китайского борта. При этом Airbus уже поставляется перевозчиком. Коммерческое использование Boeing планируется начать в следующем году. МС-21 в 2018 одновременно с машиной из КНР.